Ненинский округ согласовал проект федеральной программы по переходу школ на обучение в одну смену в течение двух ближайших лет, сообщает региональный департамент образования, культуры и спорта. В предстоящем же учебном году получать образование в две смены продолжат ученики вторых и четвертых классов, всего 619 детей. Данный проект, напомню, в федеральной, чтобы в школах стали страны ликвидировать вторую смену, предлагается построить 14 тысяч новых образовательных учреждений. В этом случае учитываются и демографические прогнозы роста числа школьников на 3,5 миллиона человек. По проекту федеральной программы Минобранауки планируют запустить пока первый этап, который заключается в ликвидации третьей смены. Этот этап Ненинского округа не коснется, поскольку окружные дети учатся только в две смены. Через два года необходимо отказаться и от второй смены. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Для перехода на обучение в одну смену на условиях совместного финансирования из федерального и региональных бюджетов министерство планирует возводить малокомплектные типовые школы по всей России. Сейчас здесь смены учатся в первой, третьей и четвертых городских школах в поселке Красное, селах Несь и Нижняя Пёша. Проблему дефицита учебных площадей в регионе предлагают решить путем строительства новых объектов. Так в настоящее время строятся образовательные учреждения в Индиге, Нижней Пёше, Тельвиске и Красном. В будущем планируется построить новые школы в Наринмаре и поселке Искателей.